Здравствуйте, это Голос Америки. Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. Сегодня 897-й день войны, четверг, 8 августа. Война переместилась на территорию России, главное о ситуации в Курске. Первая реакция Запада – Вашингтон запрашивает у Киева информацию о наступлении, а Брюссель говорит о праве Украины бить по территории врага. По данным ООН, 95% украинских пленных в России столкнулись с пытками. На российскую пенсионерку, написавшую о погибших в Украине российских солдатах, возбудили уголовное дело за дискредитацию армии. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Ситуация в Курской области свидетельствует о том, что война перешла на территорию России. Оценки того, насколько глубоко продвинулись ВСУ, разнятся. Американский институт изучения войны сообщил, что украинские войска продвинулись на 10 километров внутрь российской территории, заняв до 350 квадратных километров в Курской области. Однако верифицировать эту информацию из других источников не представляется возможным. По данным российских провоенных телеграм-каналов, ВСУ взяли под контроль райцентр Суджа в Курской области и продвинулись от него на расстояние от нескольких километров до нескольких десятков километров. Сообщается, что речь идет о штурме райцентра Коренева. На карте, опубликованной ранее институтом изучения войны, также было показано, что ВСУ находится на окраине Суджа. По оценкам Вашингтонского аналитического центра, украинским войскам удалось преодолеть как минимум две российские оборонительные линии и опорный пункт. По оценкам на момент записи этого подкаста, Украина захватила как минимум 11 населенных пунктов Курской области. Вашингтон-Пост со ссылкой на источник в администрации Зеленского пишет, что Украина контролирует газоизмерительную станцию Суджа. Аналитики издания предполагают, что таким образом Киев может иметь рычаг давления с целью прекращения поставок российского газа в Европу, но на момент записи этого подкаста никаких перебоев с поставками газа не наблюдалось. Украинские официальные лица не комментируют масштабы или цели боев в районе города Суджа Курской области России. Но вот сегодня во время презентации приложения «Армия Плюс» президент Украины Владимир Зеленский заявил, я цитирую, что «все видят, что украинская армия умеет удивлять и умеет добиваться результатов». Давайте послушаем, что сказал Зеленский в своем вечернем обращении. «Россия принесла войну на нашу землю, и она должна почувствовать, что она творила. Мы стремимся достичь наших целей как можно скорее в мирное время, на справедливых мирных условиях. И это произойдет». Это была цитата президента Украины Владимира Зеленского. В связи с тем, что Украина ситуацию в Курске комментирует полунамеками, все также цитируют комментарий советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заметил, что ответственность за эскалацию боев на территории России лежит на Путине. Давайте послушаем, что еще он сказал. «Эскалация – это только то, что делает Российская Федерация. Все, что делает Украина, является попыткой достичь справедливого мира. Но Россия, пока не получит соответствующие агрессивные ответные удары, не будет реагировать ни на какие ваши предложения. Международное право четко гласит, что страна, ведущая оборонительную войну, имеет законное право наносить удары, независимо от того, насколько глубоко расположена определенная инфраструктура на территории противника. Мы имеем законное право уничтожать все, независимо от расстояния, будь то 100 километров, 10 километров или тысяча километров вглубь территории Российской Федерации. Это юридически корректное действие». Это был комментарий советника главы Офиса президента Украины Михаила Подаляка. А вот как выглядит российская официальная реакция. Сегодня Министерство обороны России сообщило, что российские войска ведут бои с украинскими силами в Курской области. Бои ведутся уже третий день. Министерство обороны также подчеркнуло, что речь идет о сотнях украинских бойцов из 22 механизированной бригады и нескольких десятков единиц бронетехники. Минобороны также сказали, что российские бомбардировщики Су-34 наносят удары по силам ВСУ в Курской области. Владимир Путин по видеосвязи вызвал в Рио губернатора Курской области Алексея Смирнова, который сказал, что, я цитирую, «ситуация в Курской области требует от Смирнова мужества и собранности». Он также пообещал выплаты в размере 10 тысяч рублей, это чуть меньше 100 долларов США, жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за происходящих там боевых действий. Сейчас российский официальный нарратив заключается в том, что все под контролем. Вчера говорилось, что наступление было остановлено, однако эти слова в значительной степени опровергаются как данными о масштабной эвакуации и переброске войск в Курскую область, так и российскими военными блогерами. А вот как ситуацию прокомментировал украинский военный аналитик Алексей Гетьман. То, что известно из открытых источников, продвижение вглубь продолжается, и те позиции, которые заняли, мы пытаемся удержать. И, скорее всего, и удержим. То есть это можно рассматривать, как создание плацдарма или санитарной зоны для того, чтобы сделать невозможным какие-либо подготовительные действия российских вооруженных сил для наступления на Сумскую область, как они это делали в Харьковской области. Россия планировала наступать, и это направление как раз на Сумы. Почему именно этот город? Ну, мы тоже проводим военную разведку, узнаем самые уязвимые места врага. Сейчас подтягиваются наши тылы, службы обеспечения тех войск, которые там находятся. И это действительно показывает, что мы там пытаемся создать санитарную зону. Эти события не нужно рассматривать как контрнаступление. Это максимум стоит рассматривать как контрудар, а по большому счету это элемент активной обороны. Мы так обороняемся. Удастся ли нам удержать там оборону? Если есть такая задача, то удастся. Если задача что-то продемонстрировать, если это все-таки был рейд, то я думаю, что отход будет запланированным и спокойным. Это был комментарий украинского военного аналитика Алексея Гетьмана. Очевидцы также публикуют видео боев в городе Суджа. На видео видны десятки брошенных гражданских автомобилей. Также слышны взрывы и стрельба. В Рео губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об эвакуации трех тысяч жителей. Также власти заявили о массированных атаках на ресурсы региона в интернете. В результате боевых действий ежедневно получают ранения и гибнут мирные жители. Украинская сторона сообщает, что Россия активизировала атаки в Сумской области Украины. Сумская область Украины в частности граничит с Курской областью. И в частности сообщается, что российские войска нанесли авиаудар по селу Могрицев. В Сумской области в результате погибли два человека, в том числе шестилетняя девочка. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. К словам главы администрации Владимира Артюха, удар был нанесен управляемой авиабомбой. Погибшие это брат и сестра, которые находились во дворе в школе, которая была уничтожена этим авиационным ударом. Кроме того, сообщается о двух раненых жителях других населенных пунктов Сумского района Сумской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что подвергся обстрелу ВСУ город Шебекино, есть погибший и раненый. Также российские власти сообщают, что 9 детей пострадали от атак ВСУ в Курской области в последние дни. При этом мирные жители Курской области могут страдать в результате атак в том числе и российской армии, поскольку неясно, удалось ли эвакуировать всех оказавшихся в районе боевых действий. Вот как отмечает настоящее время, сегодня армия России била авиабомбами по селу Дарина в Курской области, где могли оставаться местные жители. Перейдем к международной реакции. Первая реакция Запада на бои в Курской области стала поступать в среду вечером. США запросили у Киева дополнительную информацию по поводу атаки на Курскую область. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в политике США по поводу атак Украины на территорию России ничего не изменилось. Вашингтон разрешает наносить удары с помощью поставляемых Соединенными Штатами вооружений по целям на территории России, представляющим угрозу для Киева. Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США находится в контакте с украинскими властями по поводу их действий в Курской области. Он добавил, что, я цитирую, обычно Украина не уведомляет нас о своих точных действиях до их завершения. Он также подчеркнул, что Украина самостоятельно применяет решения о ежедневной боевой тактике. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Джанпьер заявила, что администрация США не была осведомлена об украинской военной операции в Курской области. Она подчеркнула, что США продолжат концентрироваться на обеспечении украинцев всем необходимым для защиты от российской агрессии. Давайте послушаем, что она сказала. Мы поддерживаем Украину в ее стремлении защититься от российской агрессии. Мы считаем, что это очень важно, поскольку мы говорим о демократии и свободе. И мы собираемся продолжать это делать, а они будут принимать меры действия, основанные на здравом смысле, чтобы защищать себя от российских атак. Что касается этой конкретной операции, мы собираемся связаться с украинской стороной, чтобы узнать, какова цель. Давайте помнить, что в этом регионе, очевидно, присутствуют российские войска. Они находятся в одном из регионов России и нападают на Украину. И мы не должны забывать об этом. Это был комментарий пресс-секретаря Белого дома Карин Джанпьер. Надо сказать, что в целом в США придерживаются осторожной позиции касательно любых боевых действий Украины на российской территории. Голос Америки поговорил с Ричардом Вайтсом. Это эксперт Гудзоновского института. Вот что он сказал. В текущем рейде не задействованы американские дальнобойные системы. Судя по всему, используются наземные силы, танки. Оно также отличается от некоторых предыдущих вторжений, которые, насколько мы можем судить, были организованы россиянами и иммигрантами, недовольными администрацией Путина. В этом случае атаку проводят регулярные вооруженные силы Украины. Поэтому, на мой взгляд, это не должно вызывать опасений даже у администрации Байдена относительно действий украинских сил на российской территории. Как я это вижу, у этой операции может быть несколько целей. На тактическом уровне это способ снять давление на других фронтах. Мы знаем, что российские вооруженные силы начали атаки в пяти или шести районах на юге и востоке Украины, а также на северо-востоке. И такая атака в сторону Курска – это способ заставить россиян отвлечься и, возможно, перебросить войска и другие ресурсы с этих фронтов. На оперативном уровне это показывает всем, включая россиян и украинский народ, что украинские вооруженные силы по-прежнему способны к контратакам, по-прежнему могут освободить оккупированные территории. И на стратегическом уровне наступление демонстрирует, что Россия тоже может подвергнуться прямым атакам, как она делает это по отношению к Украине. И, на мой взгляд, один из путей, который видят украинцы для победы, заключается в том, чтобы убедить российское правительство в том, что оно не добьется большего, продолжая конфликт, и что было бы лучше прекратить его. Это был Ричард Вайтс, эксперт Гудзоновского института. В Европе первые комментарии по ситуации в Курской области пришли от внешнеполитической службы Европейского союза. В Брюсселе заявили, что Украина имеет право на самооборону, которая включает и нанесение ударов по территории врага. Это была цитата официального представителя Евросоюза Петера Стана. Давайте послушаем, что он сказал. Мы считаем, что Украина ведет законную оборонительную войну против незаконной агрессии. И в рамках этого законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по врагу везде, где она сочтет это необходимым. На своей территории, а также на территории врага. Это был официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стана, который подчеркнул, что официальная стратегия ЕС в отношении Украины не изменилась после того, как Киев поменял свою стратегию на поле боя, приступив к наступательным действиям на российской территории. Как обратило внимание BBC, глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер также выступил в поддержку наступления ВСУ в Курской области России. Он заявил, что такие действия против страны, развязавшей войну, абсолютно законны. Я процитирую. Тот, кто начинает агрессивную войну против соседней страны, превращает и свою государственную территорию в территорию войны. Наступление Украины на Курск полностью легитимно и с военной точки зрения разумно. Оно заставит Россию выводить силы с Востока. Это была цитата Фабера из поста в соцсети X. Фабер также подчеркнул, что эта операция, я цитирую, показывает населению России, что агрессивная война их диктатора касается их тоже, а не только украинцев. Депутат Бундестага также призвал правительство Германии передать Украине крылатые ракеты «Таурус». Напомним, что споры на эту тему идут в Германии уже больше года. В ходе этой войны Россию обвиняют в совершении целого ряда военных преступлений, начиная от убийств мирных жителей и заканчивая пытками военно-пленных. Буквально на днях СМИ рассказывали, как украинский военно-пленный Александр Ищенко умер в СИЗО номер пять в Ростове-на-Дону, и вот издание «Настоящее время» опубликовало подробности произошедшего. По данным заключения медэкспертизы, военно-пленный умер от самых разных нанесенных ему травм. В частности, по данным результатам вскрытия, смерть наступила в результате шока после множественных переломов ребер и закрытой травмы грудной клетки. Сообщается, что эти травмы были получены в результате контакта с тупым предметом. Заместитель командира полка АЗОВ Святослав Паломар, где служил Ищенко, в своем вейсбуке написал, что случившееся подтверждает факт очередного жестокого убийства украинского военно-пленного. Я напомню, что Ищенко было 55 лет. Весной 2022 года он попал в российский плен в Мариуполе. Данные об издевательствах, которые власти России применяют к военно-пленным, подтверждают и в ООН, где сегодня привели новые цифры, свидетельствующие о масштабе происходящего. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки». 95% украинских военнослужащих, побывавших в российском плену, пережили пытки. Такова статистика мониторинговой миссии ООН по правам человека. Глава этой миссии в Киеве Даниэль Белл в интервью нидерландскому телеканалу НОС сообщила, что военнопленных в России бьют металлическими палками и дубинками, пытают электрическим током. При этом пытки широко распространены, являются системными и начинаются с первого же допроса. По словам Белл, это худшее, что она видела за 20 лет посещения заключенных в качестве представителя ООН. В своих оценках Белл опирается на информацию, полученную от украинских пленных. Российская же сторона жестокое обращение с военнопленными отрицает. Как сообщал в июне этого года президент Владимир Путин, в России находится около 6,5 тысяч пленных украинцев. При этом Украина, по его словам, взяла в плен менее полутора тысяч российских военнослужащих. Украинская же сторона в марте заявляла, что в плену находятся 2000 россиян. Получить независимое подтверждение достоверности этих данных в условиях войны невозможно. По правилам Женевской конвенции, страны, берущие в плен военных с другой стороны, должны обеспечить им приемлемые условия для жизни, организовать связь с родственниками и возможность обращения в международные гуманитарные организации. Женевская конвенция прямо запрещает пытки и жестокое обращение с военнопленными. Это была аналитическая справка «Голос Америки», где мы рассказали о данных ООН, согласно которым 95% украинских пленных в России столкнулись с пытками. Перейдем к нашей традиционной рубрике «Кого, где за что» о репрессиях в России. Сегодня стало известно, что обвинение в России запросило 15 лет лишения свободы для гражданки США и России Ксении Карелиной. Я напомню, что ее обвиняют по делу о госизмене. Арестовали Карелину в Екатеринбурге, когда она приехала к своим родственникам в январе этого года из спецприемника, куда ее сначала поместили. Она уже так и не вышла, потом ее перевели в СИЗО, обвиняют ее в госизмене за якобы финансирование ВСУ. Сообщается, что речь идет о донате в 52 доллара, который она якобы сделала со своего счета в банке США в украинский фонд Razum for Ukraine. Местные СМИ пишут, что Карелина якобы признала вину. Оглашение приговора состоится на следующей неделе, 15 августа. Давайте послушаем, что сказал адвокат Ксении Карелиной Михаил Мушаилов. Почему? Потому как существует масса обстоятельств, которые должны быть учтены судом, как обстоятельств, заключающие наказание. Например, что он добровольно выдал самобильное устройство, хотя могла также осуществлять действия, направленного с препятствами расследования. Самостоятельно принесла все документы, подтверждающие ее причастность к совершению того или иного действия противоправного. И далее, можно сказать, что в какой-то части она сотрудничала с обстоятельствами. Я напомню, что Карелина постоянно проживала в Лос-Анджелесе, а ее родные, живущие в США, призывают Вашингтон добиваться освобождения Карелиной. Если донат ВСУ в России – это уже госизмена, то пожелание мира между Россией и Украиной – это дискредитация армии. И такой вывод можно сделать из уголовного дела, которое возбудили в отношении 63-летней пенсионерки Ирины Никольской в Казани. Как пишет в настоящее время, поводом для уголовного дела стали комментарии Никольской ВКонтакте. В частности, речь идет о комментариях о том, что, я цитирую, «на войне гибнут тысячи солдат России, страдает гражданское население Украины». Также пенсионерка писала о том, что она опечалена судьбой беженцев из Мариуполя, с которыми ей приходилось общаться. «Смерти, экономический кризис, лезет любая война, поэтому выступаю за мир, за прекращение кровопролития», – писала пенсионерка. Как отмечает в настоящее время, это уже второе дело о дискредитации армии против пенсионерки. Спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения Никольскую также привлекли к ответственности за ее комментарии о войне. Тогда ее оштрафовали на 30 тысяч рублей, а жители Казани помогли ей собрать деньги на штраф, а остаток денег пенсионерка отдала беженке из Украины. На этом заканчиваем наш выпуск, и, как всегда, я призываю вас подписаться на наш подкаст в Apple подкастах и порекомендовать его друзьям. Нас можно слушать на сайте «Голос Америки» и в приложении «Эхо». Очень просто нас также слушать в Телеграме, и также наши подкасты доступны в Ютьюбе. Я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До встречи завтра!